Работам художника подражают. Их часто копируют и подделывают. По собственному признанию мастера, им было написано около 6 тысяч картин. Но можно с уверенностью сказать, что в мировых собраниях и на многочисленных аукционах их значительно больше. Айвазовский, творивший во время правления трех императоров – Николая I, Александра II и Александра III – в жизни и творчестве был равноуспешен. Его не преследовали неудачи, не огорчала немилость властей, не сильно тревожили придирчивые критики, не терзала равнодушие публики. Еще при жизни живописца окружала всемирная слава. В России и за границей было организовано более ста персональных выставок, каждая из которых убеждала в том, что Айвазовский, кто бы и что ни говорил, есть звезда первой величины, во всяком случае и не только у нас, а и в истории искусства вообще. Но не всегда отечественные критики доброжелательно оценивали художественные успехи Айвазовского. Случалось, его укоряли за однообразие, использование одного и того же приема и многочисленные повторы. И все же Айвазовский уникален. Фактически, он находился в стороне от общего развития русской пейзажной школы живописи. Появившийся в эпоху романтизма, художник, как никто другой, вписался в ее контекст. Морская стихия – самый благодатный романтический сюжет. На многие годы Айвазовский оставался единственным русским маринистом. Остальные художники, изображавшие море, были либо его учениками, либо испытывали его влияние. Аванес Гайвазовский, таково настоящее имя художника, родился в Феодусии, в семье разорившегося купца-армянина. Обучался мальчик в Симферопольской гимназии, благодаря покровителю, таврическому губернатору Казначееву, распознавшего талант ребенка, который самоучкой учился играть на скрипке и проявлял исключительные способности к рисованию. А в 16 лет юный Гайвазовский продолжил обучение в Академии художеств. Через два года за этюд «Воздух над морем» ему была присуждена малая серебряная медаль за успехи в живописи и рисовании с натуры. По предложению президента Академии художеств о Ленина, он пишет первую самостоятельную картину «Вид на взморе» в окрестностях Петербурга. В 1838 году за выдающиеся успехи в живописи Академия командировала его на два года в Крым для самостоятельной работы. Там Айвазовский написал ряд картин, среди которых были прекрасно исполненные вещи «Лунная ночь в Гурзуфе», «Морской берег». Первые произведения Айвазовского свидетельствуют о внимательном изучении творчества известного русского художника Сильвестра Щедрина и пейзажей Воробьева. В 22 года Айвазовский получает аттестат на звание художника 14 класса. В 1839 году Айвазовский принял участие как художник в военно-морском походе к берегам Кавказа. На борту военного корабля он познакомился с прославленным русским флотоводцем Лазаревым и героями будущей обороны Севастополя в те годы молодыми офицерами Корниловым, Нахимовым и Штоминым. Через год Айвазовский, как получивший за отличные успехи в живописи морских видов золотую медаль первого достоинства, на основании устава Академии был отправлен за границу для дальнейшего усовершенствования художества. Он отправился в Рим, по дороге останавливался в Венеции, Флоренции, долгое время работал в Южной Италии, в частности в Соренто. И именно там он выработал манеру изображения, которая заключалась в том, что писал на пленэре лишь короткие промежутки времени, а в мастерской восстанавливал пейзаж, оставляя широкий простор для импровизации. Папа Римский, Григорий XVI, пожелал приобрести для Ватикана картину Айвазовского «Хаос». Гоголь, с которым Айвазовский познакомился в Италии, шутил по этому поводу. «Пришел ты, маленький человек, с берегов Невы в Рим» и сразу поднял хаос в Ватикане. В Италии творчеству Айвазовского сопутствовал коммерческий успех. А в начале 1842 года Айвазовский через Швейцарию и долину Рейна отправился в Голландию. Оттуда отплыл в Англию, посетил Париж, Португалию, Испанию. За свою долгую жизнь художник много путешествовал, и спустя десятилетия его паспорт превратился в небольшую книжицу с множеством виз и разрешений. В Вискайском заливе корабль, на котором плыл художник, попал в бурю и едва не затонул. Так что в парижских газетах даже появилось сообщение о гибели художника Айвазовского. Осенью 1844 года живописец вернулся в Россию. В Петербурге Айвазовский был принят с почетом и вниманием. Получает орден Святой Анны Третьей степени. Совет Академии художеств присваивает 27-летнему художнику звание академика. Практически сразу же Айвазовский получил и престижное назначение – звание первого живописца главного морского штаба с правом носить мундир морского министерства. Ему поручен обширный и сложный высочайший заказ – написать все русские военные порты на Балтийском море. Не всегда художнику удавалось присутствовать на местах сражений, но он тщательно собирал рассказы очевидцев и восстанавливал картину происходящего порою очень точно. Сюжеты картины Айвазовского очень разнообразны – пейзажи, жанровые композиции на библейские темы, портреты. Но самые яркие и вдохновенные его произведения посвящены изображению Черного моря. Будучи признанным художником, окруженный вниманием императорской семьи, не испытывавший материальных нужд и нехватки в заказах, удостоенный всех возможных академических званий, Айвазовский решает возвратиться в Феодосию. Желание молодого одаренного художника оставить столицу по тем временам было весьма неожиданным. Сам же Айвазовский так писал о своем решении. «Зиму я охотно провожу в Петербурге, но чуть повеет весной на меня нападает тоска по родине, меня тянет в Крым, к Черному морю». Несмотря на, казалось бы, замкнутый образ жизни в Феодосии, Айвазовский сохранил близость со многими выдающимися деятелями русской культуры. Гриллов, Глинка, Жуковский, Крылов, Гоголь, художник Иванов – далеко не полный список его гостей в Петербурге и Феодосии. Обладавший необходимыми качествами мариниста, живым воображением, уникальной зрительной памятью, способностью к непрерывным творческим усилиям, Айвазовский не мог не испытывать необходимость в постоянной подпитке живыми впечатлениями от моря, в его непрестанной изменчивости. Духом эпической героики овеяна не только батальная картина Айвазовского. Его лучшими романтическими произведениями второй половины 40-х-50-х годов являются «Буря на Черном море», «Георгиевский монастырь», «Вход в Севастопольскую бухту». Но самая знаменитая картина, конечно же, «Девятый вал». Раннее утро после бурной ночи. Первые лучи солнца освещают бушующий океан и громадный «Девятый вал», готовые обрушиться на группу людей, ищущих спасения на обломках мачт. Море не статическая натура. Изображение его не предполагает длительного осидения у Мольберта, и без повседневного общения со стихией существования художник не мыслил. «Человек, неодаренный памятью», — писал Айвазовский, — «может быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом, но истинным художником никогда». Движение живых стихий неуловимы для кисти. Писать молнию, порыв ветра, всплеск волны — немыслимо с натурой. Для этого художник и должен запоминать их, и этими случайностями, равно как и эффектами света и теней, обставлять свою картину. Так я писал 40 лет тому назад, так пишу и теперь. Писать тихо, корбеть над картиной целые месяцы, я не могу. Феноменальная зрительная память Айвазовского позволяла воспроизводить ему в картинках сиюминутные состояния морской стихии. В записной книжечке он делал быстрый схематический рисунок, одна-две-три линии и общий композиционный ориентир. Все остальное в памяти, воображении и навыке. Айвазовский виртуозно владел техникой а-ля прима, непосредственной работе на холсте или картоне, без предварительно разработанного эскиза, с мишением красочных паст прямо на выбранной основе. Владение скорым письмом, легендарное качество художника, отложилось в разных мемуарных источниках. Генерал Ермолов, будучи свидетелем, как за три часа Айвазовский написал законченное произведение, писал позже, что считает удивительным и многим даже невероятным, чтобы так скоро могла быть совершена картина масляными красками. Большую часть своей жизни Айвазовский жил и работал в Феодосии, где построил по собственному проекту дом, преподавал в созданной им общей художественной школе-мастерской. Своими делами Иван Константинович заслужил уважение и любовь со граждан. Он построил в Феодосии гимназию и библиотеку, археологический музей и картинную галерею. По его настоянию в городе был проведен водопровод. Благодаря его хлопотам был сооружен торговый порт, проведена железная дорога. В 1881 году Иван Константинович Айвазовский был избран первым почетным гражданином города Феодосии. Вся жизнь художника была непрерывным творческим трудом. В последние же годы, как бы предчувствуя близкий конец, Айвазовский работал с особым напряжением. В 1899 году он устроил персональную выставку картин в Петербурге. «Я очень много в этом году написал. 82 года заставляют меня спешить», — писал он в одном из писем. 2 мая 1900 года художник умер, открывая излияние в мозг. Почти мгновенно, как и мечтал, умереть. В его мастерской на Мольберте осталась неоконченная картина, эпизод русско-турецкой войны, взрыв турецкого корабля. Над этой картиной художник трудился в день смерти. Заслуги Ивана Константиновича Айвазовского в искусстве были признаны всем миром. Он был избран членом пяти академий художеств — Петербургской, Римской, Флорентийской, Штутгартской и Амстердамской. Картины художника рассеяны буквально по всему свету. Они имеются в России, во всех странах Европы, в Китае, Индии, Японии, в странах Америки. В 1874 году он вторым из русских художников после ареста Кипренского удостоился чести представить свой автопортрет в галерее Питти во Флоренции. Однако ценность творчества Ивана Константиновича Айвазовского измеряется не стоимостью, не тем успехом, какой имело оно при жизни художника, но в еще большей степени тем всенародным признанием и значением, какое приобрело оно в наши дни. Субтитры создавал DimaTorzok